В Екатеринбурге на рынке Таганский ряд полицейские посредь белой дня провели тотальный шмон, который официально назывался профилактическим рейдом по соблюдению миграционного законодательства. Чем подпортили ценным иностранным специалистам радостный процесс разгавления. Вчера, как известно, на мусульман всего мира обрушился один из главных исламских праздников Ид-Аль-Фитр, известный в России как Ураза-Байрам, праздник окончания поста. Это примерно как Пасха для русских. Весь священный месяц Армадан мусульмане жестко постились, днем не ели, не пили, а по темноте восполняли утраченные калории. И вот вчера, праздничным утром, им выпало счастье наконец-то покушать при свете дня. А на Таганском ряду мусульман, ну, мягко говоря, очень много. И вот только они начали праздновать, разговляться, и вдруг здрасте, как с добрым утром, полиция. И силовики пришли не поздравлять поклонников Аллаха, а проверять их на предмет документов и законности пребывания в России. От полиции в тотальном шмоне принимали участие различные подразделения, включая гаишников и кинологов с обонятельными собаками. Плюс были чекисты и группа силовой поддержки из бойцов спецназов «Гром» и «Собор». По официальным данным силовиков, в ходе рейда было проверено 370 иностранных специалистов. И 37 из них нарушили российское законодательство, то есть ровно каждый десятый. Но и не мудрено, что всех косячных отвезли именно в десятый ОП, что на Кишиневской улице. При подсчетах выяснилось, что на 37 нарушителей составили 39 протоколов. Ну то есть получается, двое мигрантов касанули по двум статьям. Для любителей статистики, будьте любезны, больше всего заморские специалисты нарушили режим пребывания в России. Таковых 26. Еще 8 иностранцев не встали на миграционный учет, а пятеро южных гостей уклонились от обязательной дактилоскопии, ну то есть не сдали отпечатки своих популярных линий. В 10-м ОПе всех косячных иноземцев оформили по административке, и теперь, естественно, решается вопрос об их выдворении из России на их родины, где праздник Ураза-Байрам продолжается без таких вот полицейских проверок и в гораздо большем объеме.